Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У них есть собственные ответы на экономические вопросы, на вопросы социальные, на вопросы политические. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И наша задача, как исследователей, понять эту похожесть раньше, чем это поймут они сами, для того, чтобы работать с этим материалом, для того, чтобы можно было регулировать миграционные процессы, в частности, говорить о какой-то миграционной политике. Продолжение следует... 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 которые в настоящий момент проводятся в лаборатории. Первое исследование проводится вместе в сотрудничестве с профсоюзной организацией Международных профсоюзов, профсоюз промышленных и строительств и деревообработки, это BWI. Этот проект описывает условия труда иностранных работников на стройках больших спортивных объектов. В данном случае мы говорим о стройках, приходящих в 11 российских городах. Стройках спортивных и инструкторных объектов Чемпионата мира по футболу 2018 года. В разных городах, а их 11, строительство начиналось с разных этапов. А так, в Петербурге и Москве, например, строительство стадионов было начато гораздо раньше, чем Россия выбирала Чемпионат мира по футболу. А вот, например, в Ростове и Самаре строительство начиналось с нулевой фазы стройки, с нулевого этапа. Нас в большей степени будет интересовать строительство абсолютно новых объектов, так как иностранные трудовые ресурсы массово привлекались к нулевому и на первом этапе строительства, где требуется большое количество непонимфицированных работ. Я имею в виду подготовку площадки к строительству изолив бетонных конструкций. Другими словами, во всех городах, где мы смогли проследить стройку от начала на подготовительных этапах строительства до конца, иностранные рабочие силы, в Средней Азии, иностранные трудовые работники работали на неквалифицированных работах на нулевом и первом этапе строительства, что внешние и внутренние мигранты работали на серединном этапе строительства, условно говоря, и на квалифицированных работах, то есть только конструкции работали уже внутренние трудовые мигранты. Я, с вашего позволения, остановлюсь на общих результатах конкретно этого исследования, что общего было найдено на всех городах. Что касается характеристика работников, то есть иностранные мигранты, участвующие в работе, это неполитированные кадры, период их работы с 3 до 6 месяцев, заработная плата в месяц разнится от региона, но в среднем 35 тысяч рублей, работа происходит, делится на две смены по 12 часов. На мигрантов распространяется запрет покидать территорию строительного объекта, особенно явно это выражено в тех городах, где ясно-генон находится на некотором удалении от города, как, например, в Самаре. Проживание на территории строительной площадки, соответственно, раз выход запрещен. Внутренние мигранты, это, как правило, квалифицированные работники, период их работы от 5 до 9 месяцев, им разрешено покидать территорию, работают две смены по 10 часов, проживают съемных квартир за свой счет, средняя заработная плата в среднем 40 тысяч рублей. Вся неформальная коммуникация с работодателем происходит через непосредственно начальника старшего по группе мигрантов, который отвечает перед начальником бригады, который, в свою очередь, отвечает перед прорабом, который имеет возможность общаться с инженером. Первые два взгляда начальников, это неформальные начальники, они выходят, как правило, из среды мигрантов. Если для первого знания русского языка неважно, его, как правило, нет, то второй уровень начальства обладает разговорным русским языком. Что касается прорабов, то в своем большинстве это россияне, но есть и прорабы из среды мигрантов. Инженеры чаще всего представлены гражданами России, и, особенно до конфликта, России с Турцией и турками. Под куратором начальника первого уровня находятся, как правило, от 6 до 11 человек. Количество человек обусловлено на количество людей, проживающих в одной комнате. Одновременно он является и куратором этой группы, одновременно и смотрится порядком в общежитии. Так, например, в Самаре на новом этапе строительства одновременно работало 639 мигрантов. Для них были построены готовки по 11 человек на комнату. В Ростове 6 человек на комнату, начальник второго уровня, курируют несколько комнат и так далее. Таким образом, с жалобами и пожеланиями и прочие гражданские инициативы, при тем, как дойти до формального начальника и того, кто мог помочь рабочим, проходят так минимум два фильтра начальников неформальных. Как показали интервью, проблема рабочих до официального прораба, и тем более до инженера, не доходит вовсе. При этом система санкций, выработанная работодателем, работает эффективно, так и с 35-40 тысяч рублей заработанной платы, 18 тысяч, составляет оклад, все остальное, это надбавки, бонусы, за одно нарушение, ну, распитие специальных напитков, например, уход в территорию строительства, или не выход, опоздание на работу, за эти 50% от оклада, от надбавок, простите, за второе нарушение 100%, за третье увольнение. Формальная сторона взаимоотношений работника и работодателя представлена в виде контрактов на работу. Ни у одного из 76 оброшенных расстранных работников следовательно не зафиксировали прямое наличие контракта. Прорабы и работодатели говорили о том, что все построено официально верно, но однако ни один миниран не смог рассказать условия трудового соглашения помимо заработной платы, или рассказать о том, где сейчас в конкретный момент находится бумага или цвету, бумага трудового договора. Мы проводили исследования совместно с Международным профсоюзом контролирующим деятельность ФИФА в странах, где ФИФА работает, где проводят чемпионаты мира футболу. Именно как члены инспекции ФИФА мы могли получить доступ на строительные объекты к чемпионату мира, что, в общем, запрещено, и они закрыты. И с большим трудом мы получали возможность бесить этот ответ или через переводчика, нашего переводчика с работниками. Завершая первый пример исследования, нужно отметить, что было обнаружено большое количество нарушений в условиях труда со стороны работодателя к иностранным мигрантам. Особенно эти нарушения фиксировались в начальных этапах строительства. Влияние работников на работодателя сведено к нулю. Права работника на стройках не защищены, что касается внутренних мигрантов. Это касается и внутренних мигрантов. Эти объекты закрыты, и не профсоюзы, ни полиция туда не допускается. Проблемы и конфликты возникающие, они точно присутствуют, так как один человек в комнате, это достаточно плотное общежитие, остаются внутри коллектива. И с приближением 2018 года, с приближением чемпионата мира, по футболу эти нарушения будут увеличиваться, так как будет увеличиваться интенсивность строительства, в связи с тем, что сроки в общем некотором смысле не совсем выдерживаются. Второй исследовательский пример это взаимоотношения работодателей и мигрантов. Хотелось бы привести из исследования работников не на большом предприятии, стройке, а на малых предприятиях, где работают от одного года шести мигрантов, иностранных я имею в виду. Такое исследование проводится в коллективной лаборатории уже на протяжении пяти лет в городе Иваново в рамках большого проекта, название которого вы видите на экране. В условии сбора информации в данном случае длительный срок исследования, оно продолжается и сейчас, позволяют не только на основе косвенных показателей, как то было в мере чемпионата мира, в футболу говорить о таких нарушениях, как отсутствие трудового договора и не выпута заработной платы. Общее количество интервью с мигрантами в рамках этого исследования 178 человек, 24 работодателя, нанимающего на работу мигрантов, 19 посредников, через которые мигранты попадают на рынок труда, и 14 землячеств, пытающихся представлять интересы своей этнической группы. Отличаются ли взаимоотношения работодателя и мигранта на малых предприятиях от приведенного примера больших, как то, стойки чемпионата мира? Первое, что касается формальных отношений, трудовой договор существует у 16% из 178 мигрантов. Остальные работают без оформления трудовых отношений. Характер работы, о которых люди, о которых я говорю, это разнорабочие или швей, что для Иванова достаточно актуально. Возвращаясь к договору, нужно сказать, что наличие трудового договора не гарантирует мигранту защиту его прав, по той причине, что в трудовом договоре прописана минимальная сумма, и все остальное мигранты получают на основании устной договоренности с работодателем. Время, трудовое время в договоре не прописано, и фактически договор нужен работодателю для того, чтобы предъявлять его государству, для того же он нужен и мигранту. Отстаивать свои права в конфликтной ситуации мигрант на малых предприятиях может либо напрямую общаться с работодателем, что редко бывает эффективно, либо через посредник, то есть человека, приведшего его к этому работодателю, старшего мигранта в коллективе, если мигрантов несколько человек, либо привлекая сторонние организации, как правило, неформальное бедление земляков. Во всех случаях конфликтов, это 18 конфликтов, все конфликты касаются не выплаты заработной платы, лишь в трех частично решились в пользу мигрантов. Неформальные контакты между мигрантом и работодателем на малых предприятиях происходят напрямую, а не через посредников. Если у работодателя работают более круче от мигрантов, то, как правило, один из них становится старшим, и отвечающим за всех. Как только является старший, работодатель предпочитает общаться исключительно с ним, а старший уже курирует запросы с двумя, тремя, четырьмя другими мигрантами. Средняя заработная плата тысяча рублей. В завершении, уже поскольку у нас стоит совсем мало времени, суммирующие выводы о взаимоотношении работника и работодателя в России основывалось не только на проведенных приведенных мной примерах двух исследований, но и на аналогичных исследованиях во других регионах России, мы можем утверждать, что мигрант, вытодатели государства, вступая в контакт друг с другом, формируют формальные и неформальные правила миграционного поведения. К этим правилам следует отнести серое правовое поле для мигрантов, спрос на неколюсированную рабочую силу, мигрантализация секторовой экономики и притариатное или притарное положение мигрантов на принимающей территории. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ